Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова возвращаемся на финансовые рынки после выходных. Я надеюсь, что отдохнувшими, поскольку впереди у нас не менее интересный фундамент. Я думаю, что не стоит расстраиваться тем, кто считает, что раз у нас ФРС с анонсом потенциального изменения монетарной политики, с заявками на пособие, с non-farm peril, с ADP позади. И, по сути, таковать больше нечем. Нет, ни в коем случае. Поскольку на этой неделе, как я вас уже готовил заранее, у нас ЕЦБ. То есть мы переключаемся сразу с американского регулятора на европейский. И в этот четверг ЕЦБ будет пересматривать параметры денежно-кредитной политики. Но если говорить уж совсем реальными, то, скорее всего, никаких изменений, конечно же, не случится. Но нас интересуют даже вербальные намеки на потенциальные изменения, которые могут произойти. Поскольку в любом случае подготовка к новым экономическим стимулам будет расцениваться как серьезный шаг, который может стать причиной серьезного ослабления позиции главного валютного риска. Сегодня мы поговорим, как и всегда, о каждом валютном активе, на который традиционно делаем ставку подробнее. Не будем нарушать наш привычный сценарий. Просто хочу воспользоваться этой ситуацией. Сообщить о том, что сегодня в 16.30, как и всегда, пройдет очередной вебинар, правильный понедельник, где мы разбираем досконально, подробно, фундаментально прошлую неделю. Смотрим, какие события были на повестке, самые важные, как они повлияли на динамику финансовых активов и имеют ли потенциал того, чтобы оказывать и дальше резонирующее воздействие. Поскольку прошлая неделя у нас была крайне интересной, начиная от послеслоя, скажем, после конференции в Джексон Холли и выступления отдельно взятых чиновников и, прежде всего, Джанет Хиллин и Стэнли Фишер, и кончая, конечно же, серьезных отчетов, которые в какой-то мере пролили свет на планы американского регулятора по нормализации денежно-кредитной политики. Это сегодня в 16.30. Еще раз все разбираем, смотрим на те отчеты, которые на повестке этой недели. Ну и традиционно те, кто посещает правильные понедельники, знают то, что мы стараемся обозначить среднесрочные цели по наиболее ликвидным валютным парам. То есть в этот раз также не будет исключения. Поэтому, если есть возможность, я с огромным удовольствием вас всех приглашаю и, разумеется, буду рад вас всех видеть. И в 16.30. Те, кто не сможет присутствовать, запись этого вебинара будет доступна уже на нашем официальном канале с завтрашнего утра, поскольку это все-таки брифинг такого недельного масштаба. Он сохраняет свою актуальность до конца недели. Но теперь давайте переходить к нашим традиционным активам, с которых мы начинаем каждый брифинг. Это рубль и динамика нефти. Бренд Клосс заключительной сессии прошлой недели. 46.61. Сейчас мы видим то, что энергоресурс торгуется с небольшим повышением. 46.71. Вернемся теперь к торговой сессии пятницы. Как я и говорил, несмотря на наличие фундаментальных предпосылок и факторов того, чтобы этот актив притопить и дальше, то есть уже уверенность закрепить его ниже 45 долларов за баррель, были локальные предпосылки, указывающие на то, что прежде чем мы с вами пойдем дальше по северному пути, мы сможем еще сыграть и на повышение, поскольку в рамках недели мы наблюдали реализацию полноценного медвежьего ралли. И, конечно же, перед выходными, после такой выраженной динамики, трейдеры предпочитают фиксировать результаты тех ордеров и сделок, которые были открыты ранее. И, собственно, эта фиксация сделок приводит к обратному откату, к ходу пары, коррекции, в принципе, трендового движения, что мы и наблюдали. Нельзя сказать то, что в пятницу был какой-то серьезный фундамент, который и стал причиной такого оптимизма на рынке энергоресурсов. Это, в основном, техническая формация и технические основы поведения трейдеров перед выходными по факту состоявшегося ралли. Но, конечно же, можно еще добавить в качестве причин локального интереса к бренду WTI слабости американца. Мы это видели, против йены особенно. Пока что эта слабость сохраняется. Но говорить о том, что она будет иметь какое-то среднесрочное продолжение, также неправильно сейчас. И вот что касается еще тех факторов, которые можно было бы, напротив, использовать в качестве поддержки. Вы знаете, что в пятницу у нас традиционный отчет Беккер-Хаджис. Мы всегда ориентируемся на три основных отчета в рамках недели. Это запасы по версии Американского института нефти, Минэнерго США, также запасы и вот Беккер-Хаджис. Это основные статистические релизы, которые позволяют нам отслеживать локальный фундамент из недели в неделю. И понимать то, что происходит на рынке энергоискусов. По отчету Беккер-Хаджис у нас прирост, правда, символичный совсем, на буквально одну нефтяную вышку. С 406 мы добрались до планки 407. Но это все равно хороший сигнал, который указывает на то, что количество платформ постепенно растет. И учитывая то, что бренд находится на довольно высоких уровнях, и мы уже с вами давно пришли к выводу о том, что для американских сланцевых производителей текущий уровень вполне комфортно, чтобы снова возвращаться в этот бизнес, мы с вами не отказываемся от идеи того, что в ближайшее время сможем наблюдать дальнейший рост и, собственно, перевал этого показателя за 420-430 платформ. Это много. Это будет основой для увеличения добычи нефти США. И увеличение добычи нефти США это еще один фундаментальный показатель, который будет раскучивать предложения на всем мировом рынке энергоресурсов и позволяет нам делать ставку на дальнейшее снижение. Поэтому от такого посыла мы с вами не отказываемся и понимаем, что помимо общего фундамента статистики макроэкономических отчетов, которые мы с вами получали в последнее время, вспомните запасы, которые увеличиваются, исторические максимумы, между прочим, по отдельным показателям. И если взять конкретно начало осени и конец летнего периода, вот за этот диапазон времени, наверное, и вовсе действительно максимум за несколько десятков лет. Поэтому у нас предложение увеличивается. Мы параллельно следим за новыми макроэкономическими отчетами, мы следим за долларом, который даже несмотря на ту слабость, которую мы получили по факту динамики и увидели в пятницу, понимаем то, что все равно этот валютный актив будет, возможно, продолжать развитие с точки зрения восходящей динамики. И эта восходящая динамика будет выступать еще одним фактором давления на нефть. Ну, конечно же, самый главный новостной фон у нас по-прежнему связан с ожиданием Алжирской встречи, которая состоится в конце сентября. Пока новых сообщений нету, но мы уже с вами пришли к выводу, что каких-либо договоренностей достигнуты не будет. И особенно убедились в этом, точнее даже подкрепили свою позицию после комментариев министра энергетики России Александра Новко, который отметил, что, в общем-то, и Россия уже не заинтересована в том, чтобы поддержать какие-то скоординированные действия еще в содружестве СОПЕКа по заморозке объема производства, либо даже сокращение. Поскольку текущие цены на нефть достаточны для того, чтобы хоть как-то заботиться, скажем, через коррекцию искусственного курса рубля о достаточности бюджетных доходных статей. Поэтому сейчас мы планомерно приближаемся к этому алжирскому заседанию, неформальной встрече, которая состоится в конце сентября. Вот это время неумолимо движется вперед. Сегодня у нас уже на календаре 5 сентября. То есть остается фактически три недели. Если на рынке появятся новые сообщения по этому поводу, вы знаете, что я постараюсь вам первым, конечно же, о них рассказать, чтобы у нас была более четкая картина того, что происходит по мере приближения, собственно, этого события. Ну а пока, как я говорил в пятницу, с точки зрения восходящего локального движения мы с вами уже сыграли текущий уровень 46.71. Вполне нормальный, чтобы завершить вот этот косочный импульс наверх и уже можно снова разворачиваться вниз. Для тех, кто по-прежнему находится в медвежьих сделках средних долгосрочных ориентиров, вы все правильно делаете. Наша ближайшая цель 43 и это, опять же, ближайший пункт, чтобы снова двинуться в район поддержки 40 долларов за баррель. Российская валюта 65. Здесь также все без изменений, поскольку мы увидели в пятницу восстановительную динамику по нефти, это стало причиной, которая позволила рублю локально укрепиться. Собственно, это он и сделал. Но поскольку я уже сделал акцент на то, что нефть можно и дальше распродавать, значит рублю снова идем в район 66 против американца. Европейская валюта против доллара. В частности, как уже отметил в начале этого брифинга, у нас теперь на повестке заседание Европейского Центрального банка, которое интересно потенциальными новыми экономическими стимулами, которые могут быть озвучены уже в этот четверг. Давайте пробежимся вкратце по отчетам и той фундаментальной картине, которая сложилась опять же в преддверии этого заседания. Вы помните, что на прошлой неделе у нас был целый блок статистики по индексам деловой активности в производственном секторе еврозоны в целом и отдельно крупнейших европейских стран. И согласно тем отчетам, которые мы с вами получили, это слабая статистика, если вы помните, она позволила нам сделать вывод о том, что слабое первое полугодие скорее всего будет продолжено и дальше, то есть и закрытие 2016 года у нас также будет довольно не на оптимистичных цифрах и значениях. Поэтому индекс деловой активности в производственном секторе, я считаю, что по еврозоне будет дальше слабеть, создавать дополнительные риски и для производства, для промышленности и для темпов экономического восстановления. Плюс ко всему, может быть, даже еще более важные сигналы более агрессивных действий со стороны Европейского Центрального банка были получены нами после анализа цифр по индексу потребительских цен. Инфляция в годовом выражении постепенно снова смещается в район нуля. Низкие значения инфляции являются причиной низких значений потребительской активности, слабого внутреннего спроса, снижения цен на энергоносители. Мы видели по-прежнему актуальные темы, связанные с системными рисками Brexit, выхода из состава Англии из состава валютного блока. К этой теме, я уверен, мы с вами будем возвращаться вновь и вновь. Но поскольку сейчас рынок не цепляется за этот негатив, особенно у нас барометр общего восприятия последствий Brexit является фунт, а фунт растет. Мы просто имеем в виду эту тему и понимаем то, что она имеет разрушительные последствия не только для Англии, но и для всего сотрудничества европейских стран, то есть для всего валютного блока. Поэтому низкие значения инфляции и слабые инфляционные ожидания, они являются вполне оправданными и обоснованными. И значит повышают интерес к заседанию Европейского Центрального банка и подстегивают спекуляции на тему того, а не станет ли это заседание очень интересным для трейдеров, которые ждут намеков конкретных либо поддержания потенциала фактических действий и ждут ослабления европейской валюты. И больше даже эта тема актуальна для тех трейдеров, которые не торгуют внутри дня, которые оценивают общие перспективы валютного блока и пытаются спрогнозировать такие же перспективы для того актива, который стоит за ним. И эти перспективы настраивают на то, что этот актив евро остается одним из основных аутсайдеров рынка. Также хочу отметить, что еще было интересно в пятницу. Стоит обратить ваше внимание на комментарии Вальда Навотна, который является членом управляющего совета Европейского Центрального банка. В ходе своего интервью он сделал акцент на то, что предстоящие 2-3 года могут оказаться очень слабыми для валютного блока. И если мерить перспективы ВВП более расширенным диапазоном, десятилетиями, считаю то, что в ближайшие 20-30 лет европейская экономика может потерять очень неплохо. И в принципе по показателю ВВП среди развитых экономик будет на самом низком уровне. В частности, какой аргумент он использовал для таких ожиданий? Оценка ситуации, которая складывается на рынке труда. То, что сокращение роста численности приводит к росту соответственно стоящего населения, которое опять же в перспективе такого растянутого периода будет приводить к сокращению экономически активного населения. И действительно это очень серьезная проблема для развитых рынков. В какой-то мере мы наблюдаем ее сейчас в Японии. Но вроде бы как там ситуация, конечно же, еще не так остро складывается, как в рамках всего валютного блока. И если допустить опять же все эти последствия, даже закрыв глаза на рынок труда, говоря про промышленность, про сферу слуг, там так достаточно еще дополнительных рисков, которые имеют место быть. Рейтерс также в пятницу отметил прогнозы, обозначил даже по поводу того, что мы услышим в этот четверг. О каких-то измене монетарных политик также не было сказано ничего, поскольку их действительно никто не ожидает. Но вот по версии Рейтерс, то, что Европейский центральный банк может продлить действие программы количественного смягчения за март 2017 года, это вполне реальный шаг. Но давайте теперь дождемся самого четверга, послушаем господина Драги, послушаем и позицию в целом. Европейского регулятора. И наконец-таки получим дополнительный сигнал того, как же нам действовать по поводу трейдинга нашего пары евро-доллар. Если мы получим намеки на новые экономические стимулы, вы сами прекрасно понимаете то, что евро-доллар окажется под давлением еще большим, чем то, которое было оказано на евро по итогам торговой сессии пятницы. Ждем ЕЦБ, ждем четверг. По мере приближения я буду освещать вам новые события, новые комментарии и вообще в целом информационный фон, который складывается вокруг евро. В общем, держать буду вас в курсе. Дальше идем. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.3310. Мы видим то, что фунт настойчиво игнорирует потенциальный рост доллара. То есть практически вся прошлая неделя это исключительно восходящая динамика британца, которую мы с вами наблюдали. По мере того, что фунт активно игнорировал все, что происходило с долларом, он был заряжен на ожидание статистики по индексам активности в строительном секторе, в производстве и в сфере услуг. Вот на прошлой неделе у нас был промышленный сектор и строительство. Что касается производственного сектора, я думаю, что вы помните, мы подводили итоги этого отчета. Вместо ожидаемого и прогнозируемого серьезного спада, который должен был бы подтвердить слабость не просто многомерно месячного, многолетнего, а как следствие, опять же, последствий Брекзита, мы увидели с вами прирост отсчета до 26-месячного максимума. По факту цифры 53,3 со 47,3. Это, конечно же, нонсенс. Мне крайне удивительно наблюдать такие цифры сейчас, поскольку они точно расходятся с общей фундаментальной картиной. Я думаю, что вряд ли такие показатели будут иметь тенденцию продолжения. То есть спустя какое-то время, когда мы вернемся с вами более детальной картиной Брекзита, мы будем говорить о сезонном случайном проявлении этой хорошей статистики. Но, как бы то ни было, этот отчет оказал серьезную поддержку фунту. В пятницу вышли данные по строительству, также деловой активности в этом секторе. Снова прирост. В частности, особо, наверное, за этот отчет цепляться не стоит, поскольку его влияние на показатели ОВП самое минимальное. И вот сегодня у нас момент X для фунта, потому что сегодня у нас сфера услуга. В 11.30 выйдет этот отчет. Вот буквально совсем скоро. Если вы торгуете фунтом, вы просто обязаны сделать все возможное, чтобы быть в этот момент у руля, то есть ваших платформ, мониторов и на вашем торговом счете. Поскольку, если производственный индекс на прошлой неделе спровоцировал моментальную реакцию и восходящее движение фунта больше, чем на 100 пунктов, мне даже трудно предположить, каким последствиям нам можно готовиться сегодня после опубликования цифр по сфере услуг. Конечно же, нужно быть, опять же, реалистами. Если мы сегодня получаем хорошие цифры, сопоставимые с теми, которые мы наблюдали по производственной активности в рамках Англии, восходящее движение фунта будет продолжено. Поэтому я для тех трейдеров, которые торгуют сейчас на какого срока, рекомендую воспользоваться даже отложенным ордером. Попробовать разместить отложку буквально за несколько минут до выхода этого отсчета, скажем, от рыночной цены от страницы, если на 20-30 пунктов. Если отсчет действительно превзойдет ожидания, мы увидим серьезное восходящее движение. Может быть, даже до конца сегодняшнего дня фунт попробует протестировать сопротивление 1.34. Но если статистика будет больше способствовать и поддерживать идею слабости в этом секторе, мы увидим такое же серьезное ослабление фунта с уходом ниже отмерки 1.32. К этому нужно быть готовым. Я надеюсь, что для тех трейдеров, которые сейчас уверены, так же как и об ослаблении фунта, это будет настоящим бальзамом. Потому что серьезный знак слабости фундаментального со стороны сферы услуг, он неплохо настроит нас на возможность состоятельности медвежьего ралля до конца этой недели. Я надеюсь, что все-таки мы дождемся сегодня слабую цифру и она по-прежнему позволит нам фокусироваться на идее возможных дополнительных агрессивных действий со стороны Банка Англии по итогам следующего заседания и позволит и дальше продолжать спекулировать на тему снижения процентной ставки. Дальше идем. Доллар японская иена. Здесь просто тотальнейший фундаментальный фон. Вы это прекрасно видели по факту даже состоявшегося ралли и интереса к доллару, который разворачивался в рамках всей прошлой недели. Напомню, что сначала мы росли против иены вместе с американцем на комментариях Джанет Йеллен, Фишера, который отметился не только в ходе своего интервью, но и в ходе выступления среди недели. Мы также резонировали от позиции потенциального ужесточения монетарной политики и желания отдать свои голоса за это решение от Дадли Локкарда. Вильямс также поддерживает эту идею. Ждали нон-фарм-пэрлс, поскольку по позиции ФРС именно последующие макроэкономические отчеты будут выступать тем самым последним таким оплотом принятия решения о нормализации денежно-кредитных политиков. То есть, если отчеты следующие, важнейшие, конечно же, не второй, третий сортные, будут сигнализировать о сохранении восстановительных трендов, как на рынке недвижимости, на рынке труда в производстве, тогда ФРС может принять решение о повышении процентной ставки даже по итогам сентябрьского заседания. Сначала у нас перед нон-фарм-пэрлсом были ADP, заявки на пособие по безработицу, оба отчета хорошие, настроили нас на то, что и нон-фарм-пэрлс вряд ли подведут. И по факту теперь нон-фарм-пэрлс. 150 на 1 тысяча новых рабочих мест против прогноза 185. Средняя заработная плата выросла на 2,4% против прошлого роста на 2,6%. Плохие ли это цифры? Я думаю, что нет, потому что даже до публикации нон-фарм-пэрлс мы слышали не одно заявление со стороны представителей ФРС о том, что даже прирост на 100 тысяч новых рабочих мест сохранит восстановительный тренд. Сейчас мы увидели цифру в 151 тысячу. И очень важное, на мой взгляд, важное дополнение, ремарка на основе анализа, который был проведен в Wells Fargo, также инвестиционный банк, на который мы обращаем частенько внимание. Они считают, что значение, пересмотренное за август, которое будет у нас в сентябре, будет соизмеримо с последними августовскими отчетами примерно с 2010 года. И вот проследили очень интересную параллель. С 2010 года каждый августовский отчет, он сначала был очень слабым, но в сентябре пересмотренные цифры позволили накинуть к нему больше 50 тысяч новых рабочих мест. И если такая преемственность и система сохранится сейчас, получается, что к 150 тысячам с пересмотренным и скорректированным показателем мы сможем добавить с вами еще 50 тысяч. И у нас выходит цифра больше 200. Если действительно будет все так, тогда я думаю, что мы смело сможем настраиваться на повышение процентной ставки даже по итогам сентябрьского заседания. В частности, говоря про сам прогноз от Wells Fargo, они считают то, что ставку могут повысить. Но точнее не сомневаются в том, что ее повысит, но только в декабре. А вот Goldman Sachs считает то, что это решение нам стоит ожидать уже в сентябре. Я считаю, простите за тавтологию, что у нас действительно очень много оснований, позволяющих и дальше спекулировать на потенциальном ужесточении монетарной политики. И эти основания будут способствовать тому, чтобы ралли по доллару продолжилось. И пара USD йена, но не опускалась ниже отметки хотя бы 102 йены за доллар, а напротив сохраняла вот этот интерес к собственным бычьим позициям. И наконец-таки приблизилась к нашей с вами цели, как минимум 105 йен против доллара. Из других валютных пар USDCAT на этой неделе у нас очень важный отчет, он правда едет на заключительную сессию на пятницу по рынку труда. Напомню, что по ВВП мы с вами уже проанализировали данные серьезный спад, который позволяет настраиваться на снижение процентной ставки. Инфляционные ожидания оставляют желать лучшего, инфляция снижается, цены на них продолжают падать. И опять же по прогнозу, чтобы далеко не ходить от Goldman Sachs, если в эту пятницу мы получаем слабые данные по рынку труда, тогда вероятность снижения процентной ставки по итогам следующего заседания может составить 70%. Согласитесь, это много. Поэтому USDCAT у нас по-прежнему цель с вами 1.32. Даже несмотря на то, что сейчас пара торгуется на отметке 1.2954, я думаю, что закрепление выше уровня 1.30 – это вопрос в прямом смысле ближайших торговых сессий. Что касается важных событий сегодняшнего дня, экономический календарь на самом деле не так уж и щедр на эти релизы, но самое важное, что сегодня у нас есть серьезный инфоповод, очень серьезный – это отчет по сфере услуг и делуактивности в этом секторе и по Англии. В 1.30, напоминаю, он выйдет максимум внимания, особенно тем трейдерам, которые действительно изо дня в день, средне и долгосрочно, неважно, но торгуют именно фунтом. Кодовое слово на сегодня – труд, величина бонуса 14%. Этот бонус действует на пополнение и актуален до следующего брифинга, который состоится завтра в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. В США сегодня праздничный день, день труда, собственно, кодовое слово я приурочил к нему. Исходя из этого, в принципе, можно ожидать волатильности ниже среднего, но то, что как динамично, к примеру, пара доллара японской иены ведет себя сегодня на азиатской сессии, я не хочу говорить о том, что волатильность будет снижена. Скорее всего, рынок с новыми силами ринуса в бой. Мы видим то, что мы продолжаем отыгрывать те макроэкономические события, которые еще резонируют с прошлой недели. И, конечно же, рынок начинает готовиться к тому фону, который у нас впереди. На этом, собственно, все. На неделю, разумеется, мое напутствие. Пожалуйста, обязательно, исходя из ожидаемой высокой волатильности, контролируйте риски. Хочу пожелать вам исключительно прибыльных разделок, конечно же, как и всегда, попутного тренда. Ну, а еще увидимся мы сегодня с вами для тех, кто посещает вебинары, правильный понедельник в 16.30 по Москве. Для тех, кто нет, уже тогда завтра в ходе нашего ежедневного брифинга в 9.30. На этом все. Хорошего дня. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.